Молодежь Узбекистана Подают на кафедре композиции инструментовки В Государственной консерватории Узбекистана О том, почему Виктор Хандамян Решил стать композитором Из чего начинался его путь в музыку Он рассказал в интервью для нашего радиоканала Путь мой начинался Не сразу в музыку я вошел Это было время школьное Были уроки В средней школе По фортепиано И то, как преподавал учитель Было интересно Это впервые узнаешь Про собачий вальс Лунную сонату Я думаю, для многих школьников Это интересно И, скорее всего, у многих Начинается вхождение в музыку С этих тем Но так же и я не обошел эти темы стороной Очень нравилась лунная соната И я попросил на то время Педагога по музыке Чтобы она преподавала мне Во время переменок Школьных Занятия некоторые давала По тому, как играть Лунную сонату Я не планировал тогда Серьезно заниматься Мне просто было интересно Играть ее Как бы овладеть этим инструментом Не было задачи Учитель предлагал Обучиться грамоте Нотам Но вот в то время Этого желания Как бы не было Хотелось научиться Именно играть Лунную сонату Ну вот до конца Обучения в школе Я все-таки И выучил На этих переменках И играл Это первое С чего я начал Затем Появилась Вортепиано дома И в течение года Я уже начал заниматься Усиленно А потом решил Поступать в консерваторию Было трудное время Я одновременно Еще вместе с сестренкой Посещал курсы шитья Я думал Может быть С сестренкой Вместе будем дизайнерами Одеждой Но одновременно Еще и занимался Уже третий год Тогда это было Кунфу и йога И поэтому Многое что пришлось бросить Кунфу я бросил Бросил я йогу Курсы шитья Уже подошли К своему завершению И наконец-то Полное время Было распределено Для занятий Музыкой Особую благодарность Виктор Всегда выражает Своим преподавателям В том числе Наталье Афанасьевне Нам Преподавателя По сольфеджио По теории музыки Наталья Афанасьевна Очень серьезный педагог По музыкальной форме И гармонии Это была Мальнберг Ирма Сергеевна Которая оказала Сильное воздействие И философии И своими взглядами На музыкальную среду На музыкальный мир На меня Оказало достаточно хорошее Сильное такое Основательное влияние А педагогом По композиции Стал Хасанов Абдул-Азиз Тельманович Человек Который Отличается своим взглядом На мир На музыку Он был учеником Тулкуна Умаровича Курбанова Вот такая Прямо Династия музыкантов И со стороны Хасанова Абдул-Азиз Тельмановича И со стороны Ирмы Сергеевны Мальберг Я бы хотел еще отметить На то время Проректора Мансурова Аваза Максюдовича В то время Я был школьником Последние классы Школы заканчивал И когда я подошел В консерваторию Я ему показал Пару своих композиций Ну вот Человек Который обратил внимание На мое творчество На то время Если можно сказать Очень слабое Это только первые Первые шаги были Вот Этот человек Аваз Максюдович Он сказал Что нужно заниматься И возможно Будут плоды Вкратце Если объяснять И рассказывать То есть он поддержал Ваше стремление Да Он многих поддерживал И поддерживает Начинающих И которые продолжают На данный момент Обучение в консерватории И вот благодаря Их усилиям И вашему трудолюбию И вашему старанию Вы поступили в консерваторию И во время учебы Я знаю Что вы в принципе Достигали тоже Больших успехов Участвовали в различных конкурсах Я участвовал в конкурсе Конкурс был посвящен Акапельным произведениям Для хора В 2010 год Третий курс Получил первое место Затем были конкурсы По эстрадной музыке По эстрадной музыке Там в основном У меня были Не места А просто Как говорится Поощрительные призы Затем после консерватории Вот недавно Буквально Два года Три года назад Где-то Я участвовал в конкурсе Посвященном Макому Узбекской традиционной музыки Маком Использовал тему Сарахбор и Сиглох И на эту тему Написал Симфоническое произведение В консерватории Во время обучения Немного я участвовал В конкурсах Не всегда я скажу Что удавалось Занимать первые Или вторые Или третьи места Это сложный процесс Вы пишете В разных жанрах Традиционная музыка Ну помимо этого У вас музыка Кино есть Симфоническая музыка Фортепианная музыка Какой жанр вам ближе И интереснее В каком работе Ну до последнего момента Я искал Какой жанр Мне действительно Был бы интересен И вы правильно заметили Жанров очень много Как в академической музыке Так и в популярной В эстрадной Можно сказать Каждое десятилетие Что-то новое Я пробовал В минимализме Если говорить Об академической музыке Интересный для меня Жанр Это жанр Минимализма Стиль минимализма Даже не жанр А вот стиль Нео-классика Близка по духу Кроме академической Если говорить О популярной музыке Или более такой Коммерческой То это жанр Синематика Музыка для кино Каким фильмом Вы написали Для сериала Лестница жизни Хайот Пелопой Эллары Для этого сериала Была написана музыка Сериал рассказывает О провинциальной девушке Которая попала в город И устроилась работать В компанию Оператор сотовой связи Ну, как обычно В мыльной опере Любовь Трагедия И так далее Другой сериал Это детский сериал Кучберлигда Сила в единстве Серия Различных рассказов О том Как должно проходить Воспитание детей Этикет Спонсировался этот сериал Юнисефом Другая музыка Была написана Для документального фильма Про Аральское море Работа по созданию музыки Для кино Чем отличается от того Что вы делаете В академической музыке Под конкретную задачу К примеру Вот эти сериалы Детский сериал И документальный Ну, это ясная тема Здесь вдохновение Не надо ждать Пока она подойдет Придет Спустится Надо писать Подумать о теме Найти материалы Например, случай С документальным фильмом Про Аральское море Там речь идет о Муйнаке Городе Который превратился В опустошенное место В пустыне И Эта местность Вот Надо было познакомиться С музыкой Каракалпакстана Это народ Который В принципе Столкнулся Напрямую С этой проблемой С проблемой Осушения Арала И с Солью Которая там возникла С солевыми ураганами Наверное Так это можно назвать Которые С этой новой реальностью В котором Приходится теперь жить Да Я слушал Каракалпакскую музыку И Некоторые материалы Использовал В своей Это можно сказать Калажная музыка Где используется Один материал Как бы цитата В данном случае Это музыка Из народного сказания И Собственные Какие-то новшества И вместе Это все Миксуется И создается Калаж Калажную технику Я Достаточно часто Использую В таких документальных темах Пишу И Различные Музыкальные темы В калажной технике Откуда вы черпаете Вдохновение Особо вдохновляет Космос Серия Произведений Которые написаны Под влиянием Взглядов На космос Вы в телескоп Это смотрите Или в интернете Изучаете В интернете Да Это любительский Читаю У меня есть Товарищ Молодой физик Занимается Изучением Солнца И с ним Мы общаемся Иногда Возникают Какие-то вопросы Я к нему обращаюсь По поводу Физики Небесных тел Что интересно Это существование Например Понятие Такое Как квантовая физика И наш реальный мир Где В нашем реальном мире Это физика Ньютоновская А квантовая физика Это совсем другие законы Ну а В продолжении темы Для вас звучит Фрагмент произведения Альфа Центавра Виктора Хандамяна МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Произведение, которое называется Объекты Объекты Вообще написано было Для ансамбля Амнибус 2012 год Это для ударных Для виолончели И для ная Там музыка Это как бы материя А пауза, Которая возникает Тишина Это антиматерия Космос И вообще Все сущее Наделяют Существование Материи И антиматерии И в этой композиции Я использую Узбекскую мелодику Это как бы Один мир Другой мир Это мир С современной техникой Композиции Смешанной И там Кроме Узбекской мелодики Звучит еще Баховская Хоральная прелюдия Это цитата Как я говорил Я люблю Использовать цитаты Но они Наделяют Определенным смыслом Когда уже Исторический процесс Пройден Мы знаем Что хоральная прелюдия Баха Для чего она была Написана Где она еще Использовалась Использовалась Например У Тарковского В фильме Солярис Она для меня Обозначает иллюзию И в фильме Тарковского Скорее всего Тоже она обозначала Иллюзию Того что Планета Создает иллюзию Для людей Ее населяющих А в моем случае Это иллюзия Материи Которую мы Видим Ощущаем И в некотором смысле Она взаимодействует С антиматерией С паузами Которые присутствуют В музыке Которые присутствуют А расскажите Сегодня вы над чем работаете В данный момент Произведение Я не пишу Последнее произведение Которое было написано Это был Узбекский марш На тему Ильгор Для Дутара Я ее пересмотрел Как я ее вижу Специалисты говорят Что нужно было Более мягко Но мне видится Дутар Не мягким инструментом А таким роковым Просто традиционное Мировоззрение Оно Основывается на том Что Дутар Это инструмент Женский А значит Он мягкий Музыка Извлекаться Из него Должна мягче Чем то Как я ее представляю Но я не думаю Что это моя ошибка Это мое Видение Дутара Это последнее Было Узбекский марш В данный момент Я просто работаю Над своим сайтом А скажите Что за сайт Сайт Это библиотека Музыкантов Узбекистана Если все Будет Замечательно То она Превратится Не только В библиотеку Узбекистана Может быть И в Средней Азии Там присутствуют Только ноты Цель Сделать Доступным Произведение Наших композиторов Произведения Композиторов Узбекистана Как современных Так и Прошлого Периода Времени Сделать их Доступными Не только По Узбекистану Но и В любой точке Мира В принципе Есть такие сайты Но нет сайта Который бы Распределял Доход Между авторами Многие сайты Размещают Ноты Даже без ведома Авторов И эти Произведения Скачиваются Передаются Авторы И не знают А может быть И в некоторых Случаах И продаются Авторы Об этом Не знают Мой сайт Он был создан Именно для того Чтобы авторы Были в курсе И получали От этого доход Вы вначале Сказали Что Занимались Художественным Творчеством Занимались Йогой Камфу Потом Вы шили Вот эти все Ваши занятия Помогают ли вам Сейчас В современной жизни И чем помимо музыки Вы увлекаетесь Сейчас Из пройденного Мне помогает Кунг-фу В кунг-фу Есть система Мировоззрений Дисциплины Которая С того времени Она присутствует Взгляды Конфуцианства И прочее В какой-то мере И может быть Меня подтолкнуло К интересу космоса Может быть Это как-то и связано Конфуцианство И космос Черное Белое Мини Янь Материя И антиматерия А сегодня Хобби у вас есть Какое-то Помимо музыки Помимо увлечения Космосом Хобби моим Стало Дизайн И создание сайта Которым я сейчас Занимаюсь Я планирую Серьезно Обучиться Веб-дизайну Это И настоящее И будущее Технологии Которые будут Присутствовать В нашей жизни А вот Обучившись Веб-дизайну Возможно У меня получится Создать что-то Такое Чего было бы Необходимо Для нас Музыкантов Это продолжение Той же самой Библиотеки И создание Ряда инструментов Таблиц Которые пригодятся Уже был создан Совместно С американским Программистом Музыкантом Он Кстати На Западе Это нормальное явление Когда музыкант Он еще и программист И дизайнер Когда стыки Дисциплин Происходят Когда человек Владеет Несколькими дисциплинами Что-то новое Точно Может быть Рождено И то Чего Не ожидают В обществе С этим человеком Тодд Стилвелл Его зовут Мы сделали Электронный Дутар Электронную Библиотеку Это Насколько я знаю Первая Библиотека Такого плана В нашей стране И Скорее всего В Средней Азии Дутар Библиотека Имеется ввиду Ряд звуков Снятых С Дутара Его Диапазон Они собраны Благодаря Скрипту То есть коду Программному И Проигрывая их В компьютере В итоге Вы услышите Игру на Дутаре Приближенную Не реальную Но приближенную К реальному звучанию Дутара Это Первый Шаг На пути К Такого плана Библиотекам И Надеюсь Пойду дальше Если все будет В этом плане На том же уровне Ну я бы хотел Освоить Кроме Дутара Ну я так говорю Освоить Как будто Это уже исполнитель Великий Но мне этого Достаточно Тот уровень Который Я Освоил Игры на Дутаре Знаю штрихи Знаю как играть Спасибо Опять таки Я всегда выражаю Благодарность Тем людям Которые встречаются Мне И В каком-то плане Мне Помогают В образовательной Сфере Спасибо Гузале Муминовой Это Устос Педагог Дутарист Исполнитель на Дутаре Которая Показала мне И рассказала Интересные вещи Что это за инструмент Такой традиционный Узбекский Какие присутствуют Штрихи И казалось бы Там две струны Но по техническим Возможностям По количеству Штрихов Которые присутствуют На данном инструменте Он Ничем не уступает Скрипке Скрипка Можно сказать Считается одним из Передовых инструментов Но на скрипке Четыре струны И 600 лет История развития У Дутара Тоже История Не вчерашняя Развивался Достаточно Долго Инструмент Но То развитие Которое нам Известно Это Размеры Маленькие Средние Масса Штрихов Различных Которые Привносят Для Каждого Исполнителя Свой Характер Я бы хотел Освоить Еще ряд Народных Инструментов Например Тамбур Я как-то брал На пользование Но все-таки Не дошел На приобретение Нахуна Специальный Нахун Для пальца Медиатор Остается пожелать Виктору Хандамяну Неисчерпаемого Вдохновения Дальнейшего Творческого Роста И успеха В достижении Всего задуманного Ну а в завершении Нашей программы Мы слушаем Фрагмент Произведения Виктора Хандамяна Фидоинг Боргаймыс Сены Узбекистон Боргаймыс 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодежь Узбекистана.